Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Это видео будет немножечко необычным, в нем мы с вами рассмотрим одну единственную задачу по тактике, но очень интересную, очень заковыристую. Эта задача была предложена мне для решения одним из моих постоянных зрителей с ником Funchess. Я скажу сразу, задача уникальная, потому что при достаточно невысоком рейтинге на Ческом 1880 с этой задачей справились только 6,2% решавших ее. А решали эту задачу, посмотрите, более чем 55 тысяч шахматистов. Вот вы можете посчитать, 6% от 55 тысяч, сколько это. Явно видно, что при таком достаточно низком рейтинге эту задачу уникально мало решило шахматистов. Явно здесь какой-то есть подвох, действительно он тут есть. Давайте с вами разберемся, в чем же здесь дело. Итак, решить задачу. Так, здесь, что? Да, ну вот ладью забрали. Вот такая очень интересная позиция. Я скажу сразу, те, кто хочет решить эту задачу, ставьте на паузу, решайте. Просто скажу, что я решил эту задачу за 3 минуты 47 секунд, не ставил перед собой целью решить ее как можно быстрее, а просто пытался решить правильно. Ну вот, кто хочет решать, еще раз поставьте видео на паузу, вы получите неописуемое наслаждение, если все-таки разберетесь во всех тонкостях этой позиции. Мне это, к счастью, удалось, и я действительно получил такое, можно сказать, наивысшее наслаждение, которое можно получить от решения шахматной задачи именно эншпильного характера. То есть, тут не тактика, здесь больше как бы какие-то стратегические мысли, ну и, конечно, какая-то стратегическая изюминка обязательно присутствует. Итак, начнем разбираться, здесь у нас ход белых, да, и самый главный вопрос, за что мы боремся? То есть, в этой позиции пешка же кажется весьма опасной, ну и люди, которые занимались окончаниями, разбирали эншпиль, ладья против пешки, они понимают, что белые тут запросто могут бороться за победу. То есть, пешку можем продвинуть вперед, и эта пешка может стать ферзем, тогда белые могут выиграть ферзем против ладьи и пешки. Ну и понятно, что здесь нужно использовать метод исключения. Вот эту позицию можно очень быстро решить, применяя как раз этот метод. Мы понимаем, что если белые сделают ход королем, то они могут просто проиграть. Поэтому двигаться пешкой нужно, поэтому первый ход не обсуждается. Ну и дальше h4. Вот самый главный, конечно, момент в этой позиции, брать эту пешку или нет. Мы с вами понимаем, что если брать эту пешку, то ладья станет на g2, и белые не только тут не выиграют, но даже проиграют, потому что пешка же теряется. Значит, надо отходить королем. Вот вопрос весь, куда отходить королем. Если мы отойдем на f4, вот сюда, тут, к сожалению, стрелочки не работают, то тогда ладья на g2, и пешка тоже теряется. Если мы пойдем на f3, то тогда ладья d3, и ладья здесь транзитом попадает как раз на поле g3, защищенная пешка, и тоже пешка теряется. Поэтому, опять же, метод исключения дает нам единственный ход, король h3 под пешку. Дает шаг ладья. Теперь мы снова думаем, что же делать? Если мы отойдем королем просто куда-то, не взяв пешку, то тогда ладья g3, значит пешку надо брать, ведь нам шаг. И вот здесь начинается самое интересное. До сих пор, ну и я скажу честно, при решении этой позиции со мной тоже такое было, мы можем надеяться, что белые играют на победу. Но когда ладья отошла на d1, здесь уже все миражи рассеиваются. И мы с вами начинаем лихорадочно искать спасение. На самом деле, действительно, оно здесь есть, оно очень интересное. На самом деле, эта позиция, можно сказать, уникальная. Потому что, насколько я много уже смотрел позиции с как раз вот таким вот соотношением ладья против пешки, очень во многих книгах я видел эти позиции, и часто они не вызывают никаких вопросов. То есть, это форсированное окончание, то есть, можно сказать, счетное окончание, больше так правильно сказать. Тут или пан, или пропал. В этой позиции видно, что король на d6 смешал ладье, поэтому ладья заходит с тыла. Если мы превратим сейчас пешку во что угодно, ферзя, в ладью, слона, коня, то просто ладья h1, и после отхода короля ладья g1. И все то, что там на g8 стоит, оно теряется. Значит, пешку двигать нельзя. Опять начинает работать метод исключения. А что же тогда делать? Если королем ходить на g3 или на h3, то будет ладья g1, и пешка теряется. Значит, остается два хода. Король g5 или король h5. Ну и вот тут начинается самое интересное. Кажется, что надо как-то бочком ходить, да? Король h5. По краю, по краю. Но это как раз ложный путь. Ход короля h5 неверный. А нужно делать именно ход король g5. Ну давайте подумаем. Тут, к сожалению, нельзя вводить какие-то боковые варианты. Король h5, как он должен будет ходить? Явно должен ладья g1. Мы тогда тоже метод исключения, король h6. Он становится королем на e7, мы король h7, король f7, f7 и все. Если продвинуть пешку вперед, то ладья g8. Если пойти король h8 в слабой надежде на ладья бьет g7, то тогда просто ладья h1 мат. Ну вот, кто не успел проследить за логикой, можете немножко вернуться и этот простой вариант при медленном, так сказать, режиме прокрутить, да? С паузами. Но, в принципе, понятно еще раз. Король h5, ладья g1. Король h6, единственный ход. Король e7. Король h7, король f7, король h8, ладья h1 мат. Все. То есть, король h5 не работает. Возникает вопрос, а что ж король g5? Вроде ж король g5, и он может король e7. И нам надо ходить король g6. Ведь g8 ферзь не работает, ввиду ладья g1. А после хода король g6, ладья g1, король h7, король f7, и та же самая позиция. То есть, кажется, что ход король h5 и король g5 приводит к одному и тому же проигрышу за белых. Но вот тут-то и кроется тактическая изюминка. Действительно, после хода король g5, давайте сделаем этот ход, черные должны ходить король e7. Ведь дело в том, что ход ладья g1, ничего не давал, ввиду хода короля f6. И белый король отталкивает плечом короля черных. А вот тут-то нам помогает слабое превращение. Посмотрите, g8, конь, шах. И действительно, вот такое превращение пешки в коня, я лично до сих пор пока не видел. Конечно, есть ряд позиций в окончании ладья против пешки, в которых превращение пешки в коня спасает. Это и есть такой класс позиций. Но вот такая красота, что тут выразил сквозной шах на g1, а превращение в коня именно для того, чтобы достичь ничьей, это вот, честно говоря, вот я вот в такой позиции, в таком вот квартете, пешечном, вернее, даже не пешечном, ладья против пешки, я вот лично не видел. Но вот еще одна позиция в копилку, так сказать, у таких уникальных позиций шпильного типа, еще одна красивая очень позиция, которая еще больше влюбляет нас в игру под названием шахматы. Ну, а я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Чуть позже я выложу партию, которую сегодня сыграл Магнус Карлсон против Весли Со, и там был неожиданный дебют и неожиданный результат. Следите за новостями на канале. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.